Хеллоу, с вами Юмилей, давайте смотреть Звездного Капитана, Ужасы Телепузиков, я просто обожала их в детстве, у меня была игрушка, моя любимая, фиолетового телепузика, так, погнали. В данном видео я расскажу вам про Ужасы Телепузиков. Сегодня мы с вами обсудим одну фанатскую анимацию, комикс, игру и запрещенный к показу эпизод, изуродовавший психику многих детей. Не забывайте ставить лайки, если вы хотите... Что? Тут происходило только что! И еще подобных выпусков. Что? Я такого не помню! Сперва давайте обсуждать... Что там происходило? ...чуть в одну очень крутую фанатскую анимацию, которая имеет глубокий смысл, и рассказывает, откуда же появились телепузики в привычном нам виде. Согласно обсуждаемому сюжету, Тинки, Винки, Дипси, Ля, Лейпо не единственны в своем роде. Они принадлежат культу солнца и поклоняются своему божеству. Жестокому великому солнцу с лицом младенца. Почти все представители вида телепузиков обитают глубоко под землей. Они не могут умереть своей смертью, а каждый момент их жизни это мучение и боль. Все дело в том, что в их доме нет абсолютно никакой пищи. Из-за этого эти существа истощены до состояния кожаных мешков, обтягивающих кости. Плюс они очень слабы в физическом плане и могут передвигаться в основном на четвереньках. Большую часть времени они просто валяются обычно друг на друге и стонут от боли. Раз в месяц местный жрец приносит жертву великому солнцу. Он выбирает случайного телепузика и убивает его ритуальным ножом. Затем... Пипец просто какой-то, честно, но я не могу. Вот это просто телепузики, это светлое мое воспоминание. Вот воспоминания с тех времен, когда я еще была маленькой девочкой, мечтающей стать кассиршей в будущем, понимаете? И тут я вижу это. ...отвертывался брата. Обычно это происходит само собой среди самых голодных и жадных телепузиков. Как только их набирается четыре, остальные не вмешиваются и наблюдают за происходящим со стороны. После того, как трапеза завершается, жрец приказывает избранным облачиться в ритуальные костюмы и вылезти на поверхность. Там четыре телепузика, каждый раз получающие одни и те же имена Тинки, Винки, Дипси, Ляля и По, должны будут развлекать великое солнце в течение месяца. После божество сжигает их и цикл повторяется. Это какой-то прям ад... адзище! Существует и другая, еще более проработанная версия происхождения телепузиков. Она была показана в игре с Лэнди Пузики 3. И тут все закручено покруче любого голливудского фильма. В этой вселенной телепузики были созданы специальными машинами. Существа с телевизорами на животиках не ограничиваются всем известными нам Тинки, Винки, Дипси, Ляля и По. Представители их виды десятки тысяч. И создавались они на протяжении многих сотен лет. Перечисленные же герои живут на ограниченной территории и не могут ее покинуть. Они являются так называемой тестовой группой, о чем сами не догадываются. За ними следят 24 часа в сутки, изучая их поведение, активность, состояние здоровья и другие показатели. Просто откуда у людей такая фантазия? Ну блин! Они придумывают просто из милого мультика с телепузиками, с чуваками, у которых телеки в пузике, придумывают такое? Это делается для, так сказать, научных целей. Если вдруг Тинки, Винки и его друзья сильно удаляются от своего места обитания, то их ловят. Стирают память и возвращают обратно. Сама раса телепузиков является невероятно продвинутой и обладает значительными технологиями. У них есть передовые лаборатории, роботы, оружие, военная техника, заводы по клонированию и прочей радости. Но кто создал их самих, остается загадкой даже для них. Проблемы в мире с лэнди-пузиков начинаются, когда робот-пылесос Нуну сходит с ума и решает, что телепузики были рождены несовершенными существами. Он хочет помочь обрести им истинную мощь, а потому делает ужасную вещь. Все мы знаем, что разноцветные пушистики любят уплетать пузик-крем. Это единственный их источник пищи. Нуну заражает его страшным вирусом. Любой поевший крем и телепузик превращается в монстра. Происходит это следующим образом. Отведав лакомство, телепузик начинает испытывать страшные боли и слабость. А через несколько часов он умирает. Аааа, реально скримак! Вот если был бы звук, я бы обосралась. В креме тело мутирует, превращая труп в ужасное существо, известное как слэнди-пузик. Напоминать оно будет, что логично мертвеца. Плюс вирус может оказать дополнительное воздействие, что приведет к выпадению глаз из глазниц. Как же хорошо, что я смотрю это днем. Появлению новых конечностей, увеличению размеров и изменения цвета кожи смехом. У мутированного трупа будет всего одна задача, убивать все живое. В случае с тестовой группой первым изменился Тинки Винки, а затем он поубивал всех своих друзей. Лекарства от слэнди-пузикового вируса не существует. По заявлению разумного пылесоса Нуну, телепузики именно такими и должны были быть изначально. Сильными, умными, быстрыми, не испытывающими эмоций. С большим количеством конечностей и бессмертными. Он решил, что машины, создающие телепузиков, изначально ошиблись. И сделали их слабыми, глупыми и слишком эмоциональными. Просто представьте ребенка, который смотрел в детстве телепузиков, а потом решил поискать какую-нибудь игру. И наткнулся на это, как была сломана просто детская психика. Слово не только заразил пузик Рем, Тинки, Винки, Дипси, Ляли и По, но и поместил вирус в инкубаторы всей расы телепузиков. Это означало, что все рожденные впоследствии представители этого вида сразу же погибали и мутировали. А после отправлялись на все еще живых собратьев, чтобы сделать их себе подобными. Что за эссетс? Я еле реально сдерживаю какие-то супер нецензурные выражения, потому что они порой возникают в голове. Такая игра при любом раскладе довольно печальная. Вы можете просто погибнуть или все-таки выжить и попытаться помочь военному уничтожить мутантов. Но силы будут в любом случае неравны, и телепузики прекратят свое существование. Можно вообще повести себя как последний ублюдок и присоединиться к Нуну. Но сумасшедший пылесос в конце концов просто сбросит вас в чан с зараженным пузикремом, сделав одним из перерожденных монстров. Переходим к запрещенному эпизоду. В апреле 1997 года в эфир запустили серию, в которой лев на колесиках преследовал медведя на таких же колесиках. Слушайте, я ее видела. Телепузики в это время за ними наблюдали и веселились. Казалось бы, что такого? Но в итоге этот эпизод запретили к показу в нескольких странах, признав его содержимое неподходящим для детей. Критиковали все, дизайн новых персонажей, странную музыку и визуальный ряд. Что самое интересное, так это то, что скандал произошел не на пустом месте. У многих детей после просмотра серии действительно происходили самые настоящие истерики и нервные срывы. А че там было в этой серии? Некоторых ребятишек даже водили к психологам. Может я видела это где-то в видосах по типу Сындука? Не знаю, может реально по телеку видела? Позднее, в 2000 году, после существенной редактуры, эпизод вернулся на экраны. Казалось бы, дети же смотрят и более жуткую херню, от которой даже взрослым будет... А что это было, он хоть расскажет? Не по себе. И у них поедет кукуха. Что могло напугать ребятишек в шоу, где главный герой это криповые разноцветные мутанты с телевизорами вместо пуза? Давайте поближе познакомимся с этим вроде как жутким эпизодом. И вы уже сами сделаете соответствующие выводы, страшно вам или нет. Начинается все с того, как телепузики пугаются страшных завываний какого-то зверя. Некто пока еще невидимый говорит, что он медведь и что он надвигается. Существо появляется и начинает кататься взад-вперед, мило смеясь. Внезапно небо темнеет и слышится жуткий рев. Появляется лев, который начинает пугать телепузиков. Он говорит, что он страшный большой лев, который страшен сверху и почему-то внизу. Также он утверждает, шлавливо закатывая глаза, что его зад тоже довольно жуткий. Потом пищник начинает искать медведя, который прячется. Затем существа начинают играть в догонялки, издавая мерзкие звуки и в итоге просто уезжают. Все. Лично я так и не понял, что страшного показали в этом эпизоде. Я не вижу ничего страшного, но зачем акцентировать внимание на задней части и на том, что лев вообще про нее говорил, я абсолютно не понимаю. Мне кажется, ребенок бы сам абсолютно ничего не понял бы. Возможно, он спросил у мамы с папой, они ему начали объяснять, и за счет этого был какой-то нервный срыв, я не знаю, или там слезы какие-то. А так, по факту, я не знаю, что могло произойти. Вот честно. Но трактовка сама по себе странная. Зачем вообще акцентировать на этом внимание, закатывая глаза, типа, что вообще? Думаю, что я, пятилетняя я, вообще бы не втубила ничего, поэтому если я даже и видела этот эпизод, то нифига я не поняла. Да, Лева и Миша выглядят довольно крипово, создавая ощущение обдолбившихся наркотой студентов. А в детстве были наркотиками. Но учитывая, что такой трэш творится в телепузиках постоянно, и именно этот момент почему-то кажется самым вменяемым. А что вы думаете по поводу Льва и Медведя? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? У нас наступает очередь комикса. В нем Тинки Винки встретился с самим Соником и решил помериться с ним силами. Телепузик видит в своем оппоненте лишь обычного никчемного ежа. Соник отвечает, что сейчас научит фиолетового гада манером. Тинки Винки достает нож и хочет порезать своего противника на лускуты. Но не успевает он моргнуть и глазом, как ему самому ломают коленом нос. Телепузик недооценил скорость врага, и тот, разогнавшись, врезался в его грудь ногами. Ломая несколько ребер, вдалбливая глубоко в землю. Соник прощается со своим противником, называя его слишком слабым, и уходит. Но Тинки Винки не собирается так легко... Какое у него лицо просто... ...поздаваться. Он меняется, увеличиваясь в размерах и становясь невероятно сильным. Очевидно, Жиранов зараженного пузикрема. Затем он ударяет ежа кулаком, посылая его в полет. Телепузик радуется, считая, что он смог убить глупого Соника, но тот внезапно появляется возле него. Тинки Винки пытается раздавить противника руками. А где телепузик? А где само пузик? А что там пресс обычный? Но на морде у ежа появляется несколько новых глаз, которые магическим образом отрубают телепузику конечности. Что за наркомания? Изувеченное существо просит не убивать его. Но Соник разрезает его тело на две части, прекращая страдания. Я очень надеюсь, что никто из детей этого не видел. Это просто сломало бы психику. Но с таким цветокором телепузики прям нереально жутко выглядят. Вот эти лица. Прямо очень стрёмно. Это всё на сегодня. Но сумасшедший пылесос в конце концов просто сбросит вас в чанс. Когда я только думала посмотреть это видео, я предполагала, что он будет показывать в большей степени всё видео, какие-то упоротые моменты именно из самих телепузиков. Но увидеть такие фан-работы, вот эта анимация, эта игра и комикс, просто офигеть не встать. Я реально поражаюсь с фантазией людей. Я не говорю, что это плохо. Нет. Это как бы норм. Но если бы я была ребёнком, увидела это, я была бы шокирована. Я и так сейчас, когда мне за 20, шокирована тем, что увидела, и просто в афиге. И вот представьте, пятилетняя девочка загуглила бы, ну если бы в то время был интернет, по крайней мере у меня, загуглила бы и увидела это. Был бы просто писец, и никакой лев не мог бы сломать психику по сравнению с вот этим вот. Что думаете вы насчёт льва и медведя? Сломала ли бы вам эту психику? Расстроились бы вы? А может быть, вдруг вы видели в детстве этот эпизод, и он как-то на вас повлиял. Но опять же, мне кажется, что взрослые всё извратили, потому что сейчас я увидела вот странный момент там, задней частью, да, с тем, что на ней акцентировано внимание. Но в детстве мне было бы просто насрать, или я спросила бы у родителей, «Мам, а почему там лев говорит про там заднюю часть?» И всё, мама сказала бы что-нибудь, как-нибудь отмазалась бы, и то я и забила бы в принципе. Я прям, знаете, даже вспомнила, как я и говорила, что «Мама, почему две девочки у Сулармун встречаются?» И она никак мне не могла это объяснить. И только потом уже спустя года я начала понимать, что там был косяк в озвучке. Они сами в озвучке не могли понять, кто это парень или девушка. Вот так вот. Ладно, спасибо за просмотр. Пишите в комментах, какие ещё видосики посмотреть. Может быть подобные, может быть и другие. Не болейте, всех целую. И всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова